Иван Карла «Путёвка в жизнь». В Ешкороле в необычном формате показали документальный спектакль о жизни и творчестве марийского поэта и актёра. Впервые постановка появилась на сцене осенью 2019 года. В преддверии очередного показа в Марийском национальном театре драмы имени Шкитана состоялся киновечер, на котором гости смогли познакомиться с одной из главных работ Ивана Карли – первым звуковым фильмом «Путёвка в жизнь». «Кино и вечер в театре» – это общение творческих людей города в новом формате. В качестве площадки в этот раз выступил Марийский национальный театр драмы имени Шкитана. Помимо советского фильма «Путёвка в жизнь», зрители увидели короткометражные фильмы современных режиссёров. Цель, скорее всего, сделать хороший фильм, который можно будет пересматривать в дальнейшем. И нет такой цели, допустим, вот нужно пропагандировать что-то, либо что-то. В этом смысла нет. Смысл в том, чтобы поделиться своим мировоззрением, и, быть может, это может откликнуться у кого-то другого. Как я всегда говорю, самое главное – это идея. Идея может прийти, неважно откуда. Это может быть, ты посмотрел фильм, прочитал книгу, пообщался с людьми, либо тебе просто это приснилось, либо нужно просто слушать и воспринимать. И никогда не знаешь, когда это и откуда придёт. Вот это самая главная идея. И успеть её зафиксировать. И в дальнейшем идея сама уже будет диктовать, как она будет развиваться. Вот. Нет такой у меня определенной целенаправленности. Снимает детское кино, снимает хоррор, либо какую-то комедию. Мы показывали последний вот фильм, невиданный, который снимали в Норвегии. Показали его на ряде кинофестивалей, таких как «Горький фест», один из крупнейших кинофестивалей. «Ноль плюс», тоже фестиваль детского кино, туда очень тоже проблематично попасть по их рекламенту. Показывали в Норвегии, показывали в Штатах, ну, в принципе, в разных странах, где, в принципе, отбираемся. Ещё один вид современного искусства – интерактивное кино. Полуфильм, полуигра позволяет зрителю выстраивать сюжетную линию самостоятельно. Интерактивный боевик «Разоблачённое» был разработан Юрием Жировым и Оветом Аганисяном. Два брата работают под прикрытием, но их разоблачают. Судьба героев в руках игрока. В общем, есть приложение, оно называется «Мовика». Там нужно будет зайти и посмотреть, найти фильм «Разоблачённое». Далее ты смотришь за сюжетом фильма, и когда появляются различные иконки, ты на них нажимаешь. И тем самым ты управляешь человеком, твоим персонажем. Ты можешь сделать это, ты можешь сделать то. И от этого будет зависеть развитие сценария, развитие сюжета. Вообще, в принципе, интерактивного кино в мире очень мало, и поэтому это очень сложная вещь, очень сложная производство, поэтому мы решили сделать такой формат. Режиссёры представляют свои фильмы на фестивалях и кинопоказах в российских городах и за рубежом. В Вишкороле работы выходят в свет редко из-за отсутствия площадок и устоявшейся зрительской аудитории. Однако киноиндустрия в МРИЛ постепенно развивается и будет крепчать, пока есть люди, увлечённые своим делом.